На этом теме мы разговариваем, и я говорю, что меня очень такие темы интересуют и очень интересны. И один из таких сложений, которым я интересуюсь и в котором хотел бы развиваться, это записывать маленькие видеоролики на подобные темы для общего слушания, для тех людей, среди которых мы живем. И один из роликов, который мы записывали, не знаю, где-то полгода назад, может быть больше, нет, уже, да, где-то полгода назад, это можно ли за помощью молитвы обращаться к умершим святым? То и для брата Сергея, и для всех может быть интересно, а после этого я бы попросил брата Сергея, если он там хочет добавить или может поправить, то тоже будет такая возможность. Сейчас, Сергей. Сключу. Сейчас, проекте. А, проекте еще не включить, да? Или ты уже запустила? Я запустил, но хорошо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы уже записывали выпуск, посвященный этому предмету, но все это один раз не скажешь. О молитве можно очень много говорить. В этом выпуске мы продолжим рассуждение о молитве, только в этот раз я хочу пригласить вас порассуждать об обращении за помощью молитвы к умершим святым. Что об этом говорит Писание? История и здравый смысл. Начнем с того, что об обращении за помощью к умершим святым говорит нам Илья. В Илья можно найти много примеров, когда люди молятся друг за друга. Цари и пророки молятся за народ, родители молятся за детей. Иисус за своих учеников, апостол Павел, просит, чтобы церковь в разных городах молилась за его служение. Молитесь друг за друга, говорит нам Иаков в своем послании. Но интересно, знаете, то, что все существующие примеры молитв обращаются напрямую к Богу. Не Библии. Писались на протяжении 15 столетий. Но ни в детках, ни в Новом Заветах нет ни одного примера, где праведный человек просил бы помощи в молитве у умершего человека. Иисус много учил о молитве, но ни разу не упомянул о возможности обращаться за помощью к умершему человеку. Иисус всегда учил людей обращаться напрямую к Небесному Отцу. Вспомните, для примера, молитву Отче наш, где Иисус учил учеников молиться. Отче наш, сущий на небеса. В Ветхом Завете Бог дал израильскому народу закон. И вот, что там написано. Не должен находиться у тебя вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Видите, Бог говорит, что вопрошающий мертвых мерзок пред Господом. Я сказал, что в Библии нет примера, когда праведный человек обращался бы за помощью к умершему. Но зато есть пример, когда это делал человек, который отступил от Бога. Его звали Саул. Он был первым царем в Израиле. Бог ответил его за непослушание. Однако, когда враги пошли против его царства войной, писание говорит, что царь сильно испугался. Саул начал вопрошать Бога, но Бог ему не отвечал. Тогда царь переоделся, чтобы его не узнали, и ночью пошел к волшебнице. Она помогла ему, но обращение к умершему, хотя и святому человеку было зло в глазах Бога, и уже на следующий день за свой грех Саул был убит. А теперь давайте посмотрим на нашу тему с другой стороны. Что мы знаем об обращении к умершим святым из истории царя? В исторических документах первого столетия, периода, когда апостолы были во главе царки, учения об обращении к умершим святым отсутствовали. Ни апостолы, ни их ученики не пользовались этим методом и на эту тему ничего не говорят. Несмотря на то, что отцы церкви того времени оставили для нас немало документов, нет учения на эту тему также и в книгах, и в посланиях II века. Отцы церкви III столетия тоже молчат. В IV столетии император Константин принимает христианство, и оно становится официальной религией Рима. Гонения на христиан остаются позади. Жрецы и римских богов остаются без работы, а служители церкви получают особенный статус. Быть христианином становится популярно и даже выгодно. Государство спонсирует строительство дорогих храмов. В христианстве начинается новая эра. Эра, которая многое в церкви поменяет. Эра, в которой появятся новые обряды, новое учение и новое отношение к Писанию. Но родилось это учение не в апостольской церкви, и не в обществе людей, которые оплатили жизнью за свою веру. А сформировалось оно тогда, когда быть христианином стало модным, когда чудеса и знамения, которые характеризовали каникул церковь, прекратились, а мнение красноречивых и власть имеющих людей стало иметь больше варитета, чем святое Божье Слово. Еще один аргумент для рассуждения, и мы будем идти к концу. Что об обращении к умершим святым может сказать нам здравый смысл? Наверное, то, что умершие святые не способны нас даже услышать. Вы скажете, почему? Почему? Потому что для этого нужно обладать божественными атрибутами. Бог может слышать наши молитвы, потому что, во-первых, Бог вездесущий, то есть Он может находиться везде одновременно, и во-вторых, Он всемогущий, Он может слушать молитвы всех, кто Ему обращается одновременно. Кроме Бога, этих способностей никто не имеет. А те, кто эти атрибуты приписывают кому-либо, кроме Бога, занимается идолопоклонством. Итак, для того, чтобы выслушать молитвы множество людей в разных местах, нужно быть вездесущим и всемогущим. Человек с огромной жизнью, какой бы святой ни была его жизнь здесь, на земле, божественных атрибутов не имеет. Святые умершие, при всем желании помочь, ограничены в своих возможностях. В заключении я хочу повторить главные тезисы этого выпуска. Первое. Учение об обращении к умершим святым не является библейским учением. Больше того, обращение за помощью к умершим людям на основании Писания является мясностью. Такая практика приносит не благословение, а Божий гнев. Второе. Мы не находим этого учения в апостольской церкви, и этому не учат от церкви первых веков. Третье. Оно противоречит здоровому смыслу. Как же тогда можно молиться, скажете вы? Недавно мы записали ролик о том, как учил молиться Иисус. Вы можете найти ссылку к этому ролику в описании. Я уверен, что если мы будем учиться в молитве у Иисуса Христа, мы не ошибаемся. Аминь. 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 Только в такой краткой форме, как умерших людей. После того, как мы публиковали это видео, то интересные комментарии пришли. Кто-то там. О том, кто-то другой. Я думаю, вы можете прокомментировать, если у вас было желание. Да. Пусть еще что-то новое рассказать. С удовольствием. Ну, вообще, замечательно. Краткость, сетра таланта. Действительно, очень кратко, четко и понятно. Вот. И мне очень жаль, что, к сожалению, многим людям, называющимся христианинами, как бы, здесь что-то непонятное. Но, что хочу добавить, наверное. Очень хорошо, что вот в этом ролике, да, вы составились на как раз вот опыт Саула. К Самуилу, обращение его. Дело в том, что спиритизм – это грех. Библия однозначно осуждает спиритизм как грех. И даже не только самому заниматься подобному, да, но даже обращаться к тем, кто, как Саул сделал, допустим. Жалко этого человека очень, очень жалко. Хороший царь был. Знаете, вот так брестательно начинал. И так позорно закончил. Ну, знаете, вот эта печальная история его, она должна была научить всех нас, и правителей, и подчиненных, весь Израиль, и ты всех верующих на все века. На самом деле, умея играть с бесами, общением с бесами. Общение с бесами до добра не доводит никогда. Как бы то, ну, как сказать, каким бы по-хорошему там мотивами руководствовался, как Саул, допустим. Он же не просто пошел, знаете, из праздного любопытства на какой-то пьяной вечеринке, вот делать нечего, решили вызвать Самуилу. Нет. Дело было, на самом деле, очень таким серьезным, и он молился Богу, и он искал ответов. Да, и я говорил на первом занятии, что из Африки пришло это учение, да, от гностицизма. И оно тоже, как и в этой истории библейской, появилось у гностиков через спиритизм. Через спиритизм. Многобожие пришло в христианство через спиритизм. Дело в том, что гностики, для них спиритизм был хорошо, это было, считалось, нормальным, даже положительным, духовным. К сожалению, монашество христианское, которое зародилось в Африке тогда же, в IV веке, оно вышло из гностицизма, и поэтому весь этот багаж оккультный гностицизма монашество сохранило и приумножило, к сожалению. Дело в том, что монашество того IV столетия, это отцы времен добротолюбия, они весь этот опыт гностицизма, спиритический опыт, они его пропагандировали, как положительный опыт. Многие отцы, и Антоний Великий, и Епифаний, и там многие эти отцы добротолюбия, допустим, вызывания духов, да вызывания умерших, действительно, они это преподавали, преподносили, вернее, как положительный опыт. И вот на что ссылались отцы конца IV столетия, монашеские, хоть вот лидеры монашеского, по крайней мере, что они ссылались на то, что им являлась там Мария, Матерь Иисуса Христа, являлись святые какие-то апостолы, ангелы являлись в пустынях. И как бы вот тот опыт, который они пропагандировали, он исходил из их мистического опыта, вот как бы, общения с умершими или с ангелами. Вот. На это они ссылались. И это было в самом конце IV столетия. Кстати, интересна была беседа вот этих африканских учителей, монашеских, с одним из известных богословов в то время. Вот я называл на первом занятии Василий Великой, Григорий Богослов, Иоанн Заваузского, Кирилла Иерусалимского, известнейший отцы церкви того времени. Так вот, все эти люди очень высоко ценили и уважали одного тогдашнего учителя, их старшего современника, будем так говорить, который, Епифаний Кипрский, архиепископ Кипра, старший епископ Кипра. Епифаний, его звали, он почитался этими отцами, как действительно столб веры. был очень известный учитель того времени. Так вот, была беседа этих африканцев, уникальная беседа, встреча на Кипре, вот с этим отцом церкви, Епифанием Кипрским. К сожалению, детали мы не знаем, какие были беседы, но мы знаем некоторые, будем так говорить, тезисы, некоторые мысли Епифании, которые были записаны после вот этого всего, этой встречи. По поводу Марии, по поводу Матери Иисуса Христа, он сказал такое, следующее изречение, что ее, Мария, должна почитать, уважать, но никто не должен молиться к ней. Он считал в Епифании, как и другие кавадокийцы, что даже сама идея, мысль, что можно молиться кому-то еще, даже на Матери Иисуса Христа, она абсурдна, и это есть не почитание Марии, а наоборот, позор Марии, как бы, значит, и ее, ну, как бы, ну, хула на ее имя вообще, потому что доброе, христианское, потому что она была действительно верующей женщиной, и я думаю, если сегодня Марию воскресить и дать ей там микрофон на возможность выступить там, ну, в храмах, на многих соборах, она просто-просто будет в ужасе, эта женщина, и она просто скажет, ну, что вы делаете со мной вообще? Вы поводите с Бога? То, что мой сын говорил вам, вы вспомните хотя бы это, хотя бы, то, что сын говорил, я думаю, что многих святых, если воскресить, это будет просто ужасно, Епифаний Кипрский, который противился с собой идее молитвы Матери Иисуса Христа, он святой, католической, православной церкви, его образы во многих храмах, ему свечка ставит, ему самому молится сегодня, на данный момент, вот, я думаю, если Епифания воскресить сегодня, дать ему возможность выступить в церквях, он был бы в ужасе, больше того, больше того, в жизни, вот, в жизни описания Епифании Кипрского, там есть интересный эпизод, когда в городе Анаплате, на Кипре же это все было, на Кипре, в городе Анаплате, значит, посетил общину христианскую, которую, ну, тоже, ему к епископу относилось, вот, и, значит, в этом собрании, в этой церкви, было сделано первое изображение, предполагают изображение Христа, это первое документально известное изображение Иисуса вообще, не мифическое, не сказочное, а документальное, именно исторически известное изображение Иисуса Христа, сделано на завесе было все это изображение, вот, и Епифаний Кипрский, это самый конец 4-го столетия, уже почти 100 лет, уже легальная официальная церковь была в то время христианской, и Епифаний, собственно, ручно, на глазах у всей общины этой церкви, уничтожает это изображение, разорвал эту завесу, уничтожил полностью изображение это, вот, и заявил, что это есть не слава города Анаплате, а позор города, потому что это повод к идолоподгонству был людьми, знаете ли, сделан. На сегодняшний день самого Епифания Кипрского изображение везде, насчет храмов, и я там, насчет там, в Москве, там, переход на Карботкинский, где храм Христа Спасителя, там ларьки всякие, и вот спрашивал, насчет Епифании Кипрского, пожалуйста, и медальончики, там подписано даже, от порчи, от сглаза, от нечистой силы, всякая, там медальончики Епифании Кипрского, значит, плакаты небольшие, плакаты большие, Епифания, можно наклеить, допустим, пожалуйста, поклоняйся, молись, ужас, представьте, сам Епифания, ему, наверное, в страшном стене снилось, что подобное будет вообще, если он уничтожил изображение, первое, документально сохранившееся изображение Иисуса Христа, вот это да, ну ладно, ну, это по поводу, дело в том, что параллельно с многобожием развивалась и икона почитания, и идолопоклонства, вообще как таковой, вообще, феноменцам, дело в том, что даже ношение Христов, там, допустим, икон на себе, да, для меня это знаки моего вот еписовского служения православного, но не более, если я, не дай Боже, значит, буду считать, что это меня спасает, защищает, оберегает, как талисман некий, допустим, да, берег, как прежде, к сожалению, относился к подобным вещам, в прежнем моем православном христианстве, таком традиционном, традиционалистском, то это уже будет идолопоклонство, это уже будет общение с бесами, это будет уже как раз вот та точка, которая, ну, знаете, сапер ошибается, может, не только проводок, и все, вот, опасные вещи, поэтому я никому не рекомендую носить христианство, как я сам ношу, казалось бы, да, значит, но я говорю, что есть вещи, которые условно-съедобные, как вот грибы, да, есть такие условно-съедобные называются, знаете, да, есть съедобные, несъедобные, а есть такая прослойка условных, то есть, ну, и жить, не жить, помереть, помереть не померешь, ну, как приготовишь, как подашь, то есть, как бы, ну, тебя предупредили, условно, как бы, ты можешь это приготовить, сварить, но, как бы, ухо востро, Лучше побольше кипяти, как бы, и не один раз, значит, одним словом, тысяча раз подумай. Вот. А есть съедобные грибы, да, вот, а есть съедобные. Вот, допустим, вот, по поводу иконопочитания, скажу, вот, ношение вот крестиков, медальонов на себе, это вот такие условно-съедобные вещи, которые могут быть, ну, просто, как бы, пограничными. Не так подать, и можно помирить вообще. Вот, опасные вещи. Поэтому вам не рекомендую. Вот. Оно вам надо. Зачем? Знаете ли. Ну, вот, тем более, вы же, евангельские, протестантские церкви. Вот. Это мы здесь, православные реформаторы, обновленцы, на передовой, знаете ли. Но, почему я еще в этих вот нарядах, даже когда в протестантских церквях, чаще всего я в этих нарядах, православных. Почему? Ну, преследует цель такую еще, что, ну, запомните, вы и так запомните, конечно, но молитесь, молитесь о православных, молитесь о реформаторском братстве нашем православном, молитесь о реформации как таковой, вот. И знаете, что, действительно, дух дышит, он где хочет. Это правда. И верьте в то, что и батюшки будут спасаться. Как написано в 6 главе Деяре, помните, что многие из еврейских священников, они покорились вере. Если Бог мог тогда еврейских батюшек покорить вере, то и матушек, а то может и сегодня, и украинские, и российские, всякие батюшек и матушек покорить вере. Слава Богу. Вот. И, то есть, и многобожие идолопоконство, вообще, и многобожие идолопоконство, оно обычно идет где-то параллельно. Вот. И в историческом христианстве так оно и произошло. Те, кто многобожие проталкивал идею саму, они же, африканцы же эти, как раз с северо-восток Африки, они же проталкивали идею и иконопочитания, и вообще почитания Христов и прочей межности. Это все для них было, как бы, одним, одной сущностью, как бы. Вот. И это было в самом конце четвертого, но церковь не принимала официально этого, в четвертом веке. Вот. Но началось это все беззаконие в начале пятого уже столетия. Официально, де юре, да, как бы, юридически, это началось в христианстве во время, может, третьего Вселенского собора. В Эфесе в 431 году, вот, можете отметить себе так вот, что в 431 год город Эфес, вот на том соборе в Эфесе, было принято решение, кстати, 22 июня, о, легко запомнить будет, да, фашистская Германия напала на вчерашка своего союзника, Советский Союз. Вот, значит, и, как бы, его началось на новом уровне, вообще, Вторая мировая, как новое начало началось такое, что ли. Просто это было, так сказать, бойня настоящая. Вот, 22 июня, значит, 431 года официально было заявлено, впервые в истории христианства с кафедрой было заявлено отцами собора, что, включая и местного митрополита Мемнона Эфесского, было заявлено, что так и так, ну, что это нормально для христианства отныне молиться не только, я своими словами передаю, не только молиться Господу Богу, не только одного посредника Иисуса Христа, так как мы до того знали, первых, вот, четыре столетия, но также и его мама Мария, и друзья его апостолы, и, там, иные, как бы, некоторые являются ходатами, посредниками перед Богом. И на чем основывались эти отцы собора, свое мнение, впервые в истории христианства подобно провозглашали, беззаконие, основывались на учениях африканцев, потому что весь этот собор, 22 июня, он был сплошь африканским, по сути. Это были деликаты из Африки, значит, включая Кирилла, этого беззаконника, значит, Александрийского, который просто манипулировал, и включая даже императора. Вот, значит, и на что ссылались? На мистический опыт. Спикеры этого собора, 22 июня, они ссылались на то, что кому-то снился сон, кому-то было видение, кому-то было привидение, там и прочее. То есть, на опыт, мистический опыт. А один из спикеров собора, сам этот митрополит местный уже, эферский Мемнон, единственный из спикеров неафриканского происхождения, он заявил, что, мол, где в его выступлении главным моментом было следующее, что вот, мол, где неспроста, мол, это все происходит ныне, революционный такой собор происходит именно в городе Эферсе, издревле славным и известным своим кухом Приснодевы и Богородицы Артемиды Эферской. И что, мол, наши предки, древние эллины, они предугадывали настоящую Богородицу, которая есть Мария, Мария, Матерь Иисуса Христа. И они, сами того не зная, поклонялись уже ей, уже заранее, как бы, приготовляя этот культ, как бы. Он считал пророческим это действие, что в Эферсе, значит, именно, ведь храм Артемиды Эферской, этой Приснодевственной и Богородицы Царицы Неба, он был именно одним из семи чудес света даже, древнего мира. На самом деле это было такое вселенское место поклонения. Отовсюду приходили к Артемиде Эферской, в этот храм. Со Скандинавией люди путешествовали на поклонение. С Древнего Китая приходили поклонники. С Центральной Африки люди путешествовали специально, чтобы поклониться вечной девственнице и матери богов, или Кибели, или Изида. Но это все, как бы, хотя Скандинавы называли ее обычно Диза, да, это русские называли ее вергопатитура, значит, но все это, как бы, одного поля ягода, как говорят, хрен резьки не слаще. Это все, как бы, один культ просто под разными соусами, под разными выписками подавался. И древние эллинские учителя об этом очень четко говорили. А Пулей в книге своей «Метаморфозы» он это очень четко выражает в такой мысли, что все эти культы, мы ее под разными именами знаем, под разными изображениями, но все это одно, все это одна богиня, он называет ее Изидой и поклоняется ей. И он насмехается Пулей над теми своими современниками, невежественными эллинами, которые почитают сам камень, целуют сам камень, значит, и вот непосредственно этому камню славу воздают. Пулей считал себя просвещенным эллином, поэтому он говорил язычникам, и он считал, что через образ мы должны не самому образу, это начальная стадия почитания богини, а духовное настоящее почитание ее не в этом заключается, что она хочет почитания истинного, а истинное почитание в сознании эллинов, просвещенных, было то, что Пулей выразил через образ на первый образ, то есть самой богине славу воздать, не камню, что это унижает память именно и самой богине, и ее имя, вот, а самой богине воздать славу и хвалу, вот как бы через образ на первый образ, это, господа, эллинизм, это язычество в таком высшем своем развитии. К сожалению, эти идеи, они перекочевали в христианство со временем. Вот так вот. Да, ладно, как-то надо к хорошему как-то подходить, а у меня много плохого еще впереди, ну ладно. Ну, расскажу, знаете, что еще? По поводу иконок почитания, да, тоже 4-5 столетия как раз на рубеже споры возникали эти. Кстати, я вам запомните, вот, что исторически однозначно до конца 4-го столетия в христианстве не было иконок почитания вообще. Даже икон как таковых не было. В самом конце 4-го столетия, даже начало 5-го, скорее, столетия, как раз первые образы появляются именно уже для почитания. Ну, и, конечно, собор, который легализовал многобожие в христианстве, этот собор, он, по сути, дал зеленый свет и для идолопоклонства, к сожалению. А особенно после 4-го вселенского собора. Особенно. Если первых два вселенских собора, ну, вам будут это все рассказывать еще по истории церкви, первых два вселенских собора, которые были в 4-м веке, Никейский и Цареградский собор, эти соборы, 325-е и 381-е годы, в 4-м веке два собора вселенских, так вот, эти соборы, они сохраняли библейское учение, хотя были свои перекосы у них, но в целом они сохраняли учение евангельское, библейское. То последующие соборы во многом просто позорили действительно церковь, христианство и привносили очень многие ереси, а особенно вот те самые, вышеназванные. Это 431-го года и 451-го годов. То есть это Эфески и Халкидонские соборы. Халкидонский собор 451-го года, он легализовал не только иконопочитание, крестопочитание и прочей мерзости, он легализовал и почитание мощей, останков человеческих в христианстве. Бррр, мерзость, конечно, так вот представишь, но почитание трупов. Представьте, если бы, допустим, бесятники выкопали бы до Баранаева, нашли бы кости его, значит, там, допустим, мавтисты, кого там, не знаю, там, не знаю, кто-то еще там, методисты там, кого там у нас там? Джон Вески. Джон Вески, ох, да-да-да, бедный Джон Вески, я представляю, он там в горбу перевернулся бы, значит, что такое творите вообще, господа? Вот, если бы все это выставили бы на обозрение, на почитание, скажем, о, это суперсека вообще, это вообще, это фильм ужасов просто. Наяву, но, к сожалению, вот, если для маленькой, допустим, в ходе конфессии, это, как бы, сектанство, то для большой это, считается, нормально, знаете, вот, это как грабить, допустим, там, в булочный булку этого, до шести лет тюрьмы, там, значит, а грабить по стране, как бы, это нормально, как бы, еще театр, не знаю, что тут еще, медали, как бы, и прочее. Вот, ну да, печальная картина такая, но в этом мире это нормально, но в церкви не должно быть такого, вот, и вообще почитание вот именно трупов, останков человеческих, это мерзость откровенно оккультно-языческая, она была ликвидизована, как раз вот, запомните, на Халкидонском соборе. Я не знаю, что вам будут говорить по истории христианства, эти вещи особенно не популярны в христианстве, даже в протестантском мире об этом мало говорят, но, знаете ли, это грязные вещи, но о них надо знать. Не потому, чтобы кого-то осуждать, нет, но чтобы знать, во-первых, самому, не дай Боже, никогда не попадаться. Я встречал очень много, к сожалению, протестантов, или вчерашних, точнее, протестантов, которые лобызают на ней черепа и кости. Я встречал таковых, ужас. Вот, и харизматов, и песятников, и баптистов, адвентистов таких встречал, бывших, даже служителей протестантской церкви, которые ныне мощам свечки ставят, целуют эти кости. Я с ним общался и в Москве, и на Алтае, и в Сибири встречался, мерзость просто, ужас. Говорю, друзья, что вы говорите вообще? Вот, я из этого вышел и до сих пор плююсь, порой, когда вспоминаю свое прежнее христианство. Вот, значит, а вы в это лезете сами вообще? Кошмар. Вот, но почему? От неведения, от невежества. Поэтому, упаси вас Господь, целовать кости, даже самых любимых людей, уважаемых, значит, святых каких-то, великих. И, знаете ли, не мертвым славу сдавать, Богу живому, Богу живому. Держитесь этого правила. А во-вторых, руку почитателей жалейте и молитесь за них, чтобы Господь открыл им очи для того, чтобы они действительно узнали Бога живого, истинного. Счастливый человек не будет костя целовать. Это люди делают от, ну, что не заполненное сердце Бога, в общем дело. Поэтому молиться, чтобы Господь просто проследил этих людей. Вот, я так рассуждаю. Ну, а на Фалкидонском соборе, 451 год, как все произошло, там описание есть, официальная версия, Московская Толерархата и других, известно там таких каноничных, и неканоничных церквей православных, и второканоничных. Обычно такое мнение, что, значит, решали догматы некоторые, доктрины, правила церковные, спорили о них. И было решено, раз мнения поделились и не могли никак не отцележить, прийти к какому-то мнению, было решено обратиться к умершим на соборе официально. Если до 451 года, это была отдельная практика отдельных там монахов, где-то в пустыне, знаете, и там, ну, два-три случая было прилюдных, но это не было официально, понимаете. А здесь официально, публично, на соборе отцы церкви собрались. В зал заседания было принесено тело умершей девушки, но уже она была мёрква давно, уже больше стадет уже. В условиях пустыни она стала просто мумией, значит, окоченевшей трубку такой, засохшей. Да, звали я эту девушку, бедную, Ефимия. Значит, её называют Ефимия Всехвальная в православии. Даже почитают её день, ну, как бы, как памятник. И, значит, она лежала в гробе, это в Фалкидонской пустыне, её была гробница, в общем-то. И в её гроб к ней были положены рукописания с этими решениями отцов, как бы, их рассуждениями. Потом было, закрыли гробницу, запечатали, вот, и молились этой уже святой Ефиме, чтобы она дала знак свыше. Представьте, это называется христианством. Ужас. Ну, ладно. И вот, значит, помолились, там, открыли гробницу. Он, оп, видит, а, чудо. У Ефимии одно рукописание в руках, остальное в ногах. Но, опять-таки, всем не угодишь. Нашлись опять меньшевики, которые сказали, нет, это подстава, это фокусы, фокусы, нехорошо. Как бы, это похоже на обман какой-то. Не могла Ефимия так вот взять и так вот, как бы. Ну, ладно. Тогда председатель сказал, хорошо, раз есть среди нас такие неверующие, давайте мы сделаем сейчас открыто. Зачем закрывать, печатать, давайте спросим прямо сейчас Ефимию, чтобы она дала нам знак свыше. Вот, и собрание, я не знаю, это не сатанисты. Ладно бы они назвались, ну, реально, чем они являлись, сатанистами, допустим, да, скажем бы, это шабаш такой, значит, такой бесовский. Вот, никаких не было проблем. Если бы патриарх Лавей в Калифорнийской сатанинской церкви сказал бы, это собрание нашей церкви сатанинской. Я бы сказал бы, окей, это ваша религия, это ваше право, как бы, у нас свобода, пожалуйста, можете выражать себя таким образом. Я бы не имел ничего против, абсолютно, это их религия, это их, как бы, значит, да, решение. Но, дело в том, что, почему я против выступая подобного, потому что это подается за христианство по сей день. В общем, дело в том, если бы это не назвалось бы христианством бы, а настоящим своим именем, сатанизмом, я бы сказал бы, окей, это ваша проблема. Но, я рассуждаю так, что раз называется христианством, с этим нужно разобраться обязательно, потому что это не христианство. Так вот, и спросили Ефимию, позвали, председатель заявил там во всеуслышание, ой, Ефимия, как бы дай там ответ свыше. И вот, согласно описанию официальной версии католической православной церкви, Ефимия сама оставалась мертвой, но рука ее вдруг ожила. И она, короче, протянула решение в руки председателю. Вот, правда, оппозиция даже после этого фокуса не покаялась. Короче, их пришлось репрессировать. Вот, ну, как говорится, но официально было принятое решение, одобренное им фигит, короче. И вот после этого фокуса-фокуса, или же языческих манипуляций, в лучшем случае это был просто фокус. Значит, в худшем это было оккультно-бесовское действие, конкретное общение с бесами. Но официальная церковь до сих пор упирается, католики уже согласны признать это фокусом, вот, как бы, чтобы устрашивать оппозицию, как бы. Вот, значит, но православная церковь до сих пор держится того мнения, отцы церкви, современные, что это было реальным действием, сверхъестественным. Друзья, тогда же вам же хуже. Это уже конкретное бесовское действие, оккультное бесовское действие, но которое до сих пор выдается за христианство. И вот пульт мощей официально начался, вот, как бы, в церкви, де юре. Хотя, де-факто, уже было подобное, уже, но это было не публично, не, ну, не на соборе, однозначно, до того. Ну, самый первый случай известный, это вот, когда, значит, один из отцов, там, монахов, как же его звали, слушайте, египетский, египетский, Макарий, Макарий, Макарий египетский. Он, значит, там, нашел в пустыне человеческий череп, вот, как бы, и, что ему там сбило, я не знаю, но вызвал духа, как бы, которому череп при жизни принадлежал, вот, значит, и дух ему отвечал из черепа, он задавал вопросы, вот, а из черепа ему звучал ответ, как бы. И вот этот дух рассказал ему, там, в житии Макарий Египетского, там, подробно, да, описано все, беседа Макария из черепа, как он перевезал, называется. Вот, и, значит, и дух этот из черепа отвечал ему, что, мол, он при жизни был жрецом языческо-окультной религии египетской, древней, вот, находится он в аду, мучается в пламени всем, как бы, это очень понравилось Макарию, как бы он понял правду, как бы, и давай дальше расспрашивать. И вот из этого расспроса, допроса такого, да, впервые, как бы, ну, вообще, считается, в христианстве родилось понимание, что молитвами живых можно серьезно, реально влиять на судьбу посмертно умерших людей, вообще. Это было в четвертом столетии еще беседа Макария с черепом, но официально церковь не признавала подобные фокусы тогда, это было лишь уделом отдельных суеверных людей, значит, ну, и монахов, в частности. Вот, но уже в пятом столетии, после того самого четвертого, особенно пятого Вселенского Собора, извиняюсь, третьего, особенно четвертого Вселенского Собора, вот, выше названных, подобная практика считалась уже духовным и правильным действием, якобы. Хорошо, вот, о подобной гадости я рассказываю, что даже самому не очень хорошо бывает, знаете, вот, такие вещи, беда в том, что до сих пор это все выдается за христианство. Мы смотрим, например, телевизор, видим там, привозят мощи такого-то святого. Тысячи людей, тысячи людей выстраиваются на поклонение. Это наши дни. Люди с высшим образованием идут, почитают эти, поцелуют эти кости. Я сам почитал эти кости. И я это делал искренне, потому что я верил, что это, ну, божественная сущность, как бы, ну, вот, к примеру, вроде было сказано, да, очень хорошо, что, значит, это, на самом деле, это абсурд, вообще, молитва святым. Потому что Бог вездесущий, да, Он вездесущий. И кого-то наделять подобным еще, это реально, я согласен, я согласен, тоже под этим, это и долбоконство. Но, есть мнение такое, нам в семинаре промывания мозга этим, что, вот, мол, эти святые, они, входя к Богу туда, они приобщаются к божеской сущности. И они уже тоже где-то всевидящие и всезнающие тоже, благодаря тому, что они ближе-ближе, чем выше святой, тем он по большему влиянию. Тем более, если у них почитание всенародное, то, это что вообще электорат, знаете ли, значит, и в религиозной сфере это очень, как бы, важно считается. Вот, и поэтому я почитал эти мощи, будем так говорить. Да, но, слава Богу, в 96-м с этим завязал. Все. Покаялся в этом и отрекся до этого. И заявил, что все, я только к Богу живому. Все, мне общение с бесами опостылило уже. Все, я не хочу больше подобного общения. А как я понял, что это общение с бесами, меня убедило Божье Слово. И это одно, а второе из истории христианства, вот эти примеры. Я стал историю просто пересматривать, то же самое, что я знал раньше. Но я ее пересматривал через писание, через призму Слова Божьего. И это самое удивительное, когда переписываешь историю не глазами человеческими, а как бы глазами Бога, как бы Бог оценил подобное деяние, действие. И все. И мне стало ясно. То есть, дамы и господа, братья и сестры, пока Слово Божье не займет именно авторитет, главнейший в жизни христианина, ну бесполезно. Хоть в лобку и полку. Знаете, вот это просто, получается, на разных языках мы как будто бы общаемся. Знаете, как будто бы, ну, у нас разные точки отсчета совершенно. Система координат разная совершенно, абсолютно. Вот, поэтому, если для реформации, если бы для реформации, реформацию, эпоху целой реформации великой, сделала возможным вот то же самое знаменитое, Сова Скриптура, кстати. Понимаете, от чего отталкиваться? В 96-м я сказал Господу примерно следующее, своими словами уже, не по шаблонам, не по молитвословам, а своими словами я сказал ему примерно следующее, что безопасно для меня, для меня, говорю, доверять твоему Слову. А почему? Потому что, как священнику, мне было порой очень тяжело, очень тяжело. Знаете, вот, потому что учение отцов в церкви, даже порой современники, отцы в церкви одного периода времени, одной страны, одной культуры, но они учили диаметрально противоположные вещи. Я порой завидовал некрамотным бабушкам обычным, которые в храм приходят, перекрестили свечку, поставили, молятся. Вот, не вникая особенно в обучение этих отцов, но я же вникал, я имел всегда привычку думать, как бы, это очень хорошая привычка думать, вообще. Гомусако, в конце концов, да, разумные, не просто гомор-олигары, ах, не просто люди религиозные, люди разумные. Вот, и, знаете, не то, чтобы я говорил, что священники другие не думают, но религия, она создает, вот, действительно, феномен гомор-олигары, человека, который неразумен, который он не думает своей головой, он, знаете ли, прячется за шерму коллективной ответственности, избегает персональной ответственности перед Богом, сама идея панику в нем вызывает эту. Вот, значит, и, ну, это чисто манера невозрожденного человека, чистое поведение, вот, обычного человека падшего, будем говорить. Вот, хорошо, друзья, а что еще, можно сказать, ну, о хорошем все-таки надо, хопи-энд, хорошее завершение. Знаете, все будет хорошо. Может быть, сейчас не все хорошо, но все будет хорошо. Дело в том, что Господь скоро вернется. Вот, и скоро будет все очень хорошо. Действительно, церковь, хотя прошла такой этап, вот, и этапы такие непростые, за два тысячелетия много всего произошло, но в Писании мы видим не только прошлое церкви, не только день сегодняшний, но и день будущий. То, чем завершится вообще мировая история церкви. Как и история Израиля. Знаете, друзья, Израиль, когда сохранял верность Богу, то Господь называл Израиля своей воздубленной, своей женою. Когда Израиль нарушал эту верность и обращался к иным богам, евреи не забывали, конечно, Иегове, да, они помнили всегда Бога Абрама, Исаака, Якова, Бога патриархов, пророков, но начинали молиться кому-то еще, иным богам, то Бог посылал пророков своих и обличал свой народ в измене, в неверности, при любодеянии, блудницей называл свой народ даже, но с целью какой? Призвать к покаянию, призывал к покаянию. И в истории христианства все повторилось, эта драма опять повторилась, но и повторяется, но в еще большем масштабе, конечно, и еще в худшем варианте порой. И церковь уже новозаветная, знаете ли, пошла таким же путем, как и Израиль в свое время, да, и недаром в Библии уже нового завета церковь сравнивается то с блудницей, притом великой блудницей, то с невестой возлюбленной своей. Вот, и христианство, именно библейские мыслящие, евангельские верующие, оно действительно целомудренное, должно быть и быть именно невестой. Блудница этой модели, она бесперспективна, она будет в поражении. Поэтому совокупляющаяся с блудницей есть одна плоть в блуднице, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом. Как отлучить, кто ты? Часть ли ты блудница или часть ли ты невесты? Если действительно ты соединяешься с Господом, есть один дух с Господом, ты часть невесты. Если соединяешься с блудницей, есть одна часть, одна плоть с блудницей. И это, да, не конфессионально, не динаминационно. Ранние протестанты, там, лютер, крамбин, порой они очень примитивно представляли, порой разграничивали блудницу, невесту. И ранние протестанты, допустим, в 16 веке еще порой так очень упрощенно представляли идею. Они говорили, вот старая церковь, это блудница экономическая, надо выйти из нее, народу, и вот присоединиться к новой конфессии и стать частью невесты. И вот тогда все будет хорошо у вас. И многие этому примитивной такой идеологии поверили в то время. Ну, она на тот момент была даже, как бы, нужна, наверное, я так рассуждаю, чтобы на пальцах объяснить людям, как бы, наверное, она была необходима такая примитивизация. Но уже второе, третье поколение протестантизма, тогда реформации, уже они стали понимать, уже отцы тогдашние, что, значит, дело не в конфессиональных даже перегородках, а все гораздо серьезней, все гораздо глубже. Когда уже вырастало новое поколение, уже в лютеранских, в кальвинистских церквях, значит, и служители Ахали и Охали, потому что понимали, что что-то здесь не так. Они, вроде бы, вырастают с детства уже в тех конфессиях, уже новых, как бы, уже не в невесте, как бы, но они нуждаются в том, чтобы духовно переродиться, в том, чтобы быть новым человеком. Перед тем, как Христос пришел, перед началом Нового Завета, перед его пришествием, учителей израильских, там было две школы в то время популярных, школа Шама и школа Гелеля, их спрашивали, что есть в Писании, как бы, ключевым является, во всех еврейских писаниях, как бы, золотой стих. Вот в Новом Завете, вот у нас, у христиан, да, что мы считаем Иоанна 3,16, золотым стихом. Это правдиво, потому что Иоанна 3,16 открывает всю суть Библии всей, особенно Нового Завета всего. Что, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего инородного, отдал Свою жизнь за нас. И, но перед пришествием Христа такой же вопрос задавался двум разным школам, которые спорили между собой по любому поводу, школа Шама и школа Гелеля. И вот интересно, эти школы две, они, в речайший случай, пришли к одному и тому же мнению. Они, не сговариваясь, обнаружили один и тот же стих из Писания, который был назван как раз вот именно золотым ключом ко всем еврейским писаниям, кто и пророкам, ко всем писаниям еврейским. И самое странное, что они нашли, эти школы Гоби, этот стих в книге, ну, самой странной книге Библии вообще-то. Книга Шир Гаширин называется, Шир Гаширин. По-русски перевели как «Песня песней». Шир – пение, воспевание, да, восхваление. Вот Шир Гаширин – «Песня песней». То есть в книге всех книг есть «Песня всех песней». Это «Песня любви». И в этой «Песне всех песней», которая в книге всех книг, есть «Стих всех стихов», так сказали мудрецы. И в этом «Стихе всех стихов» говорится так. «Они», то есть я, да, «Они ле доди, ве доди ли». Переводчики синодальные перевели довольно упрощенно, но очень красиво вообще-то. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Вот такой перевод. Но вот это «Ле доди, ве доди» буквально звучит как «Я в нем все целы, он все целы во мне». «Я ему без остатка полностью принадлежу, он мне без остатка полностью принадлежит». Буквально «Я в нем» буквально полностью, он во мне полностью. Вот мы одно целое, мы соединены. И мудрецы сказали, что вот этот стих, он как бы открывает как ключ все еврейские писания, всю тору пророков, все писания. И, знаете, предпришествием Христа, его вторым пришествием, вот действительно, блудница будет поражена, и она уже в поражениях, еще больше будет в поражениях. Но невеста будет возвеличена, как в той песне поет сам еврейский. Мы ее, частично, тоже поем у себя на собраниях. «В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь на всей вселенной. Господин и царь на всей вселенной. Только, только ты один для меня и не другого. Только, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу». И там другие стихи, и еще другая песня есть тоже, мы поем ее. Ну, я не все куплю, это там очень красивая песня, на самом деле. На иврите очень красиво звучит. И в русском переводе тоже неплохо так очень. И вот такие слова есть еще, в второй песне. Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячи других Ведь его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идет, вот он идет Мой возлюбленный грядет Аминь. Помолимся, друзья, да? Спасибо, Господь, Бог Святой за этот день Спасибо за милость и благость Твоей Благодарю Тебя за истину Твою Слово Твое, которое есть истина Которое освобождает Сын Твоя, Мессия Иешуа Христос и Иисус, Спаситель наш И ни в коем другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которому надлежало бы нам спастись Благодарение Тебе и хвала Наш Бог и Царь Благодарю Тебя, возлюбившего Весь этот мир И отдавшего жизнь свою за нас Отдавшего кровь свою за нас Благодарю Тебя, Господь За то, что Господь кровью Твоей и Святой Мы искуплены от суетной жизни Преданного от отцов Благодарю Тебя За дар вечной жизни Во Христе Иисусе Господе нашему Боже всемогущий И сегодня рассказывая об этих И многих других заблуждениях Боже, прошу Тебя Баки и Баки Снова и снова Прошу Тебя, Боже Помилуй, Господь Прости Я, с одной стороны, благодарю Тебя, Боже За то, что Ты спас меня от этих заблуждений Но прошу Тебя Тот чудо, что Ты совершил в моей судьбе И совершаешь в моей жизни Совершив в судьбах тысяч моих коллег Божьих Рясоносцев Крестоносцев Банагиеносцев Священников Диаконов Епископов Разных людей Божьих Православных прихожан Католических верующих Боже, пусть действительно Господь Придет четкое понимание Что ни в коем другом нет спасения Кроме Тебя Что действительно есть Путь истинной жизни Открытые Этому миру Через Твое любящее сердце Через Твое слово Боже всемогущий Просвети, Господь Спаси и сохрани Боже И пусть, Господь Мои братья и сестры Господь Сегодня кто слушал И кто будет потом видео это смотреть Боже Пусть, Господь Каждый из нас Избежит такого злого духа Критицизма, Господь Пусть это все услышанное Не будет принято Как поводом гордыни Или к осуждению Божьим превозношением Божьим Но пусть это будет поводом К молитвам, Господь Сопереживанием, Господь Потому что Ты действительно хочешь Чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Боже всемогущий Благодарю Тебя, Господь За эту школу Библейскую За всех братья и сестер Благослови их Во имя Иисуса Христа Пусть каждый из них Будет частью Не блудницы никогда Упаси, Господь Но невесты Твоей Боже, пусть каждый Будет частью Тебя самого Баптизо Совершается Твое, Господь В нашей жизни Боже, мы Погружаемся в Тебя Не выгружаемся Погружаемся В Тебе пребываем А Ты в нас Ани ледоди Ведоди Ли Пусть и перед вторым Пришествием, Господь Как Израиль тогда Провозглашал Эти последние годы До нашей эры Пусть и перед вторым Пришествием Господь Церковь Возобьет Этими же словами К Тебе, Господь И ко всему человечеству Благословен Ты, Царь Вселенный Обрати Своё светлое лицо И благослови нас И ныне, и в день вечный Да благословит Тебя, Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе Мир Ебрехеха Адонай Ве Ишмареха Яхер Адонай Панав Алеиха Виху Некха Исад Адонай Панав Алеиха Ве Яс Леха Шеном Бешем Иешуа Ган Иешуа Машихейну Амин Во имя Иисуса Христа Мессия Амин Бок Аврама Исаака Якова Отец наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое И да придет Царство Твое Да будет Воля Твоя На земле Как на небе Благостови наш Господь Сегодня Этот день Благостови Свой народ Миром Своим шаломом Боже И пусть Господь Сегодня И вечности Наши души Преисполняются Тобой Господь Любовью Твоей Божией Жизнью Твоей Спасибо Господь Боже Собогущий За все За все И в эти Дни Боже В предпразднестве В этом Исчисления По гражданскому Пендемису У нас 2018 Год По библейскому Исчислению 5778 Уже Будет Уже Если От Адама От нашего Парапра От Адама От Адама Идти Значит И Да 5778 Уже Довольно-таки Много Прошло лет Но И не много И не мало Так Достаточно Но Этот месяц Ну Если будет Ясная погода То Можно будет Увидеть Луна Уже растет Уже Прерастает И вот Когда будет Полнолуние Этого месяца Адара Бог совершил Чудо Которым Библия Рассказывает Целая книга Библии Посвящена Этому чуду Книга Эсфири Магеллад Эстер Книга Эсфири Рассказывает Об этом чуде Пурим Божественное Пурим Совершился Вот И удивительное Чудо Прошло Уже много Поколений Верующих